Дэрил Титлер С нами в студии Дэрил Титлер, который нам сейчас расскажет о своих впечатлениях о первых двух периодах Ведь все голы забиты были во втором периоде и счет матча общий 3-1 Но это потрясающая игра, и хотя второй период для нас неудачен, я горд, что наша команда участвует в этом финале, а также тем, как она играет Давайте вернемся к тренировочной базе, куда вы были приглашены, чтобы работать с 35 игроками Это большая честь даже для того, чтобы быть просто запроглашенным на базу сборной Канады Каждый раз, когда вы участвуете в таком турнире или играете в составе лучшей в Америке команды, а может быть и в Европе, это большая честь Я думаю, что все наши игроки сконцентрируются в третьем периоде, который обещает быть очень жестким, но я надеюсь на лучшее Еще один вопрос Пожалуй, никто больше так не поддерживал команду Канады, как вы Вы были на всех тренировках, посещали все игры Какое впечатление у вас об игроках? Это были очень напряженные пять недель Это были пять недель хоккея и, конечно, сегодняшний вечер большое потрясение Будет очень жаль, что все эти усилия пропадут даром в один единственный вечер Ведь они победили русских в выставочной игре Они разбили их на голову здесь же в Монреале неделю назад, 7-3 И когда настала последняя игра, хотя весь турнир был очень жестким Будет очень тяжело, если вдруг не будет удачи Я хотел бы вернуться к одной игре В первой серии игр Кубка Канады, когда вы забили решающий гол в воротах Чехословакии Это был один из самых запоминающихся голов для меня, и я надеюсь, вы его хорошо помните Да, конечно, когда сегодня в начале матча играли гимн в Канады Все это вернулось ко мне, даже холодок пошел по спине Пожалуй, это именно тот момент, который я никогда не забуду Я думаю, что в НХЛ мы испытывали большое уважение к советам, к чехам, и к шведам, и к нашим противникам из США И я уверен, что такое же уважение они испытывают и к нам, и это главное Почему Кубок Канады, он был очень важен, выиграть его хотя бы один раз Ведь ставилось под сомнение все чемпионаты Европы чемпионаты Вот это, я считаю... То есть, Кубок там не сыграет ни сегодня, ни в Канады Да, да, да Несмотря на то, что в чемпионатах мира, допустим, мы в 81-м году, помните, играли и Кларк, и Грецкий, и Робинсон То есть, звезды играли И тем не менее, вот такое... Я думаю, что это с точки зрения принижения нашего хоккея Потому что это отражалось сразу на посещаемости за океаном стадионов И долгое время никак не могли понять и никак не могли смириться с тем, что у нас хоккей очень высокого класса Я думаю, что вот этими победами мы поставили вопрос во всем мире, что хоккей, наш хоккей, европейский хоккей, я имею в виду не только советский, но и он отличается высоким классом Итак, через несколько секунд начнется третий и заключительный период финальной игры Кубка Канады 81, сборная Канады, сборная Советского Союза Напомню, что после двух периодов впереди сборная СССР 3-1 Первое зрение на площадке у той и у другой команды Шайба перемещается в зону Майкла Юта И сейчас, сейчас третий решающий период Возвестит о том, кто же станет обладателем этого Кубка Канады 81 Кубка, который был разыгран 15 лет назад Ну и сейчас мы, наблюдая за этим матчем, рассказывая вам о нем Сопереживаем эти события так, как будто они происходят только сегодня, только сейчас Уже более уверенно, вы видите, куда как более уверенно играет наша команда Наши ребята почувствовали уверенность в своих силах Почувствовали настоящую истинную веру в поведах в то, что сегодня можно одержать победу над канадцами И действует сейчас просто великолепно Нельзя сказать, что и канадцы смирились с поражением Их лучшие силы брошены сейчас на площадку для того, чтобы переломить ход встречи Для того, чтобы добиться любой ценой перелома и победы в этом матче И Траунин по-прежнему и непредсказуемый флер, который пытается своими острыми точными передачами Вывести на ворот Владислава Третьяка своих партнеров Но на чеку защита нашей команды Вот Грецкий, Грецкий пытается владеть шайбой за воротами Третьяка У него это не получается, опасная контратака Пас Опасный бросок Опасный бросок на ворота Майкл Ютон, но тот на чеку Первое звено атакует у нашей команды А Лефлер и Грецкий по-прежнему не покидают площадки Макаров пас на Шепелева И Шепелев, смотрите, Шепелев, появившись на льду Делает хит-трик Проводит третью шайбу И вновь гол, который очень похож на то, что делали наши хоккеисты во втором периоде Смотрите, пас Сергея Макарова на пятачок И Сергей Шепелев, мгновенно оценив ситуацию, посылает шайбу в угол В левый вновь-таки угол ворот от вратаря И счет становится 4-1 Счет становится просто угрожающим до неприличия для канадской сборной А играть еще в этом матче, напомню, очень-очень много Соберено только минуты 39 секунд с начала третьего периода А счет уже 4-1 Вот Шепелев, представляете, первый раз в таком матче На таком высоком уровне И забил три гола, хит-трик Это просто было невозможно Но он невозмутимый Забил и забил А еще бы досталась возможность Еще бы забил Вот, между прочим, уже счет 4-1 Это уже близко к победе И потом, когда вратаря Нашего вратаря Владислава Третьяка Спросили, а как вы рассматриваете лучшую пятерку в мире по хоккею И он назвал вратарей Коноваленко, его был учитель И Плант, канадский вратарь Защитников Рагулин и Робинсон Робинсон, который играет И нападающий Михайлов Петров Харламов Вот такой условий С большим, действительно, с большим уважением относился к Ларе Робинсону Владислав Третьяк Любил и ценил и своих учителей, и наставников Естественно, и Конечно же, конечно же Его слово для нас очень интересную цену Я надеюсь, что в программе Супер Хоккей Мы еще услышим мнение Владислава Третьяка Об этих исторических играх Я напоминаю, что сегодня вместе со мной Для вас комментирует этот матч Известный спортивный хоккейный журналист Владимир Дворцов Который тогда, в 81-м году Находился там, в Монориальском форуме И, как корреспондент, следил за ходом этой игры Опаснейший момент Один за другим По-другому продолжает возникать И у ворот Владислава Третьяка Смотрите, Владислав на льду Возможно, он получил травму Поднята рука арбитра Сейчас последует удаление в нашей команде Канадцы продолжают атаковать И вот только сейчас Сейчас, когда шайба прижата ко льду Возникла маленькая у льда Небольшая потасовка Смотрите, но наши не дают спуску И отвечают ударом на удар Мы сможем разобраться в том Кто же наказан у нашей команды Касатонов посадили Алексей Касатонов Алексей Касатонов оштрафован на 2 минуты Вот канадцы, они немножко сникли После четвертого гола Обдерутся Что-то такое Видимость хоккея создает полную Но единственный, кто верит в победу Это Скотти Боун Он все время ходит, тормошит Все время что-то говорит игрокам Жует свою резинку Все время во рту Ну все время он такой Энергив Везувий такой Но ничего Перелетил Васильев в защите Макаров и Крутов В атаке у нашей команды И внимание, дорогие друзья Смотрите, что сейчас делает Владимир Крутов Он обманывает Лефира Выходит один на один И забрасывает пятую шайбу Великолепный, бесподобный гол Владимира Крутова В меньшинстве Не забывайте, что сидит Касатонов Вся команда Вся команда на льду И все приветствуют Крутова Смотрите, Лефлера напугал ложным замахом Тот смещается в край А Владимир проходит в центр И кистевым броском Ставит в этом сольном проходе Победную точку 5-1 5-1 А играть еще в третьем периоде Я напомню для любителей статистики Что Владимир Крутов провел эту шайбу Через 4 минуты и 8 секунд С начала третьего периода Да, такой гол можно смотреть и смотреть Можно предъявлять и какие-то претензии К Майку Льюту Но согласитесь, для него Уже слишком велика становится Психологическая нагрузка Да и бросок наносился Запасного и близкого расстояния Ну что же, действительно Действительно сейчас происходит Что-то воля вашей непонятной Канадцы Которые нисколько не сомневались В своей победе накануне этой игры Зрители, которые заполнили До отказа монаряльский форум 17 тысяч с лишним присутствуют на матче Вся Канада, которая прильнула К экранам телевизора Или как минимум радио приемников Ошарашена 5-1 Впереди команда Советского Союза Но, естественно Выкидывать белый флаг Крепитуляции Канадцы пока еще не спешат Третьяк такие голы все-таки брал Он так распростается на льду Все сделает, но берет такие голы А канадский вратарь пропустил А вот что касается 17 тысяч зрителей То, наверное, на этом матче был бы миллион зрителей Я так предполагаю Потому что, когда мы шли на матч То очень много канадцев стояли И держали в руках Несколько сотен долларов Хотели купить лишний билетик У них было в руках По несколько Сто долларов бумага То есть, вот По таким ценам шли тогда билеты на черном рынке И билеты купить было невозможно все равно Нет, нет Да, это был 81-й год Не хочется сейчас даже брать Помрачительные темпы инфляции И прочее, и прочее Давайте вернемся на лед Давайте вернемся в нашу жаркую хоккейную баталию Где канадцы продолжают хотеть Хотя бы сократить разрыв счета А потом, может быть, забить третью шайбу А потом, может быть, в этом канадцы В этом весь их менталитет Они не успокоятся, пока не прозвучит финальный свисток Гемаев из-под защитника очень опасно бросался Сейчас на льду спартаковское звено По-прежнему у... Нет, прости Спартаковское звено только что сменило звено Жлуптова И вот на льду Гемаев, Жлуптов И Белеледдинов с Васильевым в защите Стоит только расслабиться Дать забить канадцам вторую шайбу И все Тогда только держите Дроздецкий голиков Гемаев сейчас в атаке у нашей команды И лучшие продолжают атаковать ворота Третьяка у команды Канады Борк, Грецкий Сотоварищи опасно атаковали ворота Владислава Третьяка, но Николай Дроздецкий разградил обстановку Кстати, еще немного статистики После двух периодов по броскам по-прежнему, разумеется, впереди канадцы Они нанесли по воротам Третьяка 23 броска, наши 18 Причем в первом периоде их преимущество по броскам было просто подавляющим 12-4 Во втором они даже уступили нашим хоккеистам 14 бросков нашей команды и 11 канадцев И вот сейчас И вот сейчас Сейчас игра продолжается 5-1 впереди сборная Советского Союза Уже Лифлер не знает, как остановить Крутого И укладывает его на лед явно недотволенным приемом Но свисток арбитра молчит Впрочем, впрочем, сейчас, наверное, эти удаления уже и ни к чему Робинсон рвался вперед, Робинсон рвался к воротам Третьяка Грецкий из-под защитника бросал И тут впервые я заметил во время этого матча При счете 1-5 некоторые канадцы стали покидать, как говорят, после форума Уже при счете 1-5 Да Но 1-5 это очень крупный счет Канадцы, конечно, старались переломить игру И особенно тренеры старались Водушевить свою команду Но многие зрители, ну не многие, но несколько десятков зрителей Вставали со своих мест Профрешены появлялись И уходили Вообще, какова была реакция общей зрителей? Это какая-то тягучая тишина такая вязкая? Или они освистывали свою команду? Нет, они не освистывали свою команду Они очень преданы были хоккею и своей команде Не освистывали, но тягучая тишина стояла Это точно Первый звенок на площадке Да, первый звенок на площадке у сборной Советского Союза И на льду у команды Канады Кларк Гид с партнерами То есть та же тройка Нью-Йорк Альдерс на самом деле Это вот Баси Троттье Они одна из ударных пятерок сборной Канады Но а лица канадской диаспоры канадской торсиды Вы видите, они говорят сами за себя Кто бы мог подумать Вот это вот слезы Президент Канадской федерации Да Почти слезы на глазах у болельщиков Почти слезы на глазах у официальных лиц Все готовились к триумфу Все готовились к тому, чтобы прославить канадский хоккей И Кладислав Третьяк недаром говорил о том, что после серии 72 Канадский хоккей все время изобретал и изобретал новые соревнования Для того, чтобы придумать что-то такое В чем можно было бы все время и неосторимо доказывать свое преимущество Была и серия 72 И серия 74 потом, которую выиграли наши И серия 76, суперсерия 76 Которую вновь мы победили А потом был челлендж кап в 79 году И вновь наша победа в третьем матче убедительная 6-0 И вот Кубок Канады 81 года Все готово для того, чтобы уж в этом соревновании Показать всему миру, какие сильные канадцы А происходит что-то несусветное Наши побеждают в финале 5-1 Извините, это был не президент Канадской Федерации Хоккея А президент Зиглер Супруга, очевидно Все временем на льду продолжается большой хоккей Большой, великий хоккей И естественно, естественно Вы знаете, я уважаю тех зрителей, которые по-прежнему аплодируют Которые по-прежнему наслаждаются игрой Я люблю таких зрителей, для которых иногда не столько важен результат И результат важен, конечно, ибо что за болельщик, который не переживает за свою команду Не переживает столь сильно и яростно Но когда уже все практически ясно Канадцам все практически ясно, почему бы просто не посмотреть хоккей Просто не понаслаждаться красотой комбинации Сольных проходов, великолепных бросков, игрой вратарей Все это и составляет красу и гордость национального канадского вида спорта По президентам стояла Зиглер С вами не согласен Не переживает страх Я просто поражаюсь тому, сколько времени Робинсон проводит на площадке сейчас И это по-прежнему на льду И по-прежнему на льду все сильнейшие силы у канадской сборной И по-прежнему у них ничего не получается Никнет голос у моего коллеги по этому репортажу Я имею в виду канадского комментатора, который пробивается сквозь наш голос И вы знаете, честно говоря, о чисто хоккейных вещах и нам рассказывать становится как бы все меньше и меньше интересно Потому что результат матча, естественно, понятен Наша сборная одерживает уверенную и заслуженную победу Канадцы сопротивляются Они создают момент за моментом у ворот третьяка, который продолжает в воротах творить чудеса Но сегодня, сегодня и счастье, и высшая, если хотите, сила на стороне нашей команды Что и заставляет нашу сборную побеждать столь убедительно Естественно, канадцы не смирятся с этим никогда И в этом матче, и во всех последующих И вот, наконец-то, наконец-то следует удаление Удаляется Скворцов А смотрите, не все еще зрители не верят на самом деле в то, что для канадской команды сегодня все потеряно Ведь играть еще очень много, около 9 минут И многие верят в то, что 4 шайбы звездам канадского хоккея забить в ворота Советов вполне по силам Играть еще 9 минут и 22 секунды в третьем периоде матча А так хорошо начинался этот воскресный день Проходил традиционный канадский марафон Много зрителей очень было на улицах города Потом предстоял такой матч Финал Кубка Канады И публика надеялась, что их команда победит Ну Владимир, я знаю, что в одном из матчей Суперсерии Внимание, еще один опаснейший момент липидирует Владислав Третьяк В меньшинстве сейчас играет наша команда И все-таки в одном из матчей Суперсерии Я знаю, что у вас в основном был специальный телефон Для того, чтобы сообщать Москву о любом изменении счета в матче ЦСКА Бостон-Брюн А как вы сообщали сейчас об этом матче? В 81-м году? Ну, этот матч транслировался напрямую, по-моему, в советском телевидении Нет, нет, к сожалению, нет К сожалению, этот матч не был запознан ночью Я очень хорошо это помню Я очень хорошо помню, что с утра С утра друг друга стали теребить нетерпеливые звонки Удивленные, изумленные болельщики спрашивали Ты слышал, не слышал, ты слышал, не слышал Неужели это правда? Нет, давай все-таки посмотрим И все не верили до вечера, когда уже мы сели и под голос несравненного Николая Озерова И посмотрели всю эту игру Вот поэтому это мне неинтересно Как вы рассказывали в Москве о результате? Вот, по-моему, это был позже матч И уже установили так, что вся публика Все в Советском Союзе не видели этот матч А Брежнев, Подгорный, они видели этот матч Для них была специальная краска И они не спали на учет Ну, Подгорного тогда уже не было в нашем правительстве Ну, а Брежнев был большой любитель хоккей Это все знают И, естественно, в это очень-очень легко, очень легко поверить Робинсон с шайбой Ищет лучшее продолжение атаки Еще одна передача паст на пятачок Но здесь сегодня очень четко и надежно действуют наши защитники И они не оставили никаких шансов реку Миддлтону Который пытался там на пятачке распорядиться шайбой И провести ее в ворота третяка Вновь пас Робинсона на Миддлтона И тот вновь рвется к воротам И вновь очень грамотно, жестко, но четко действуют наши защитники И очень хорошими силовыми приемами останавливают канадцев Грецкие! И у Грецки ничего не получается Вновь Грецкий с шайбой Уэйн Грецкий что он предпримет? Пас за ворота? Нет, пас в центр Потвин, дальний бросок? Не точно Вот как раз наши тогда, в этом матче Посмотрели на Грецкого Который стал уже суперзвезда Как он здорово играет Много наслышанных И вот после этой игры Решался вопрос Возьмем мы Грецкого в свою команду или не возьмем? Ну, суточник, конечно И все сказали Нет, ну зачем Грецкий? Нам не нужно, у нас все их достать Потом он стал играть еще лучше Грецкий по-прежнему на льду По-прежнему на льду лучшие силы у команды Канады Потвин, Робинсон, Грецкий, Лефлер Миддлтон Все они стремились, стремились поразить ворота Владислава Третьяка Еще один бросок, смотрите И вновь, вновь браво Владислав Третьяк И вновь не дали добить наши ребята Здорово там действовал Первухин Первухин, Веледина сейчас великолепно играют в защите у нашей команды Шайба переводится в среднюю зону Спартаковское звено Шалимов Шалимов, смотрите, какой хороший дрибль Как здорово держит шайбу Шалимов Против него применяют силовой прием Его оттесняют от шайбы Кларк Джиль Наши, знаете, в это время решили 5-1 счет Уже мы выиграли Главное не дать забить Канадцы иногда наступают Ну, в общем, как-то такой хоккей Главное, чтобы обезопасить свои ворота А вот в конце игры совсем другое будет 14-я минута пошла третьего периода Шалимов делал острую передачу на Сергея Капустина Того атаковали Атаковали неправильно И за задержку соперника Клюшкой Сейчас Энглом удаляется на 2 минуты 5 минуты 55 секунд осталось сыграть в этой встрече Уже можно смело сказать в этой встрече командам И численное преимущество у сборной Советского Союза Она атакует Драздецкий с шайбой Николай Драздецкий пасует назад на Касатонова Вновь Драздецкий с шайбой Бросок Такая почти динамовская комбинация С подключением защитника была разыграна Но не совсем удачно И вновь Драздецкий задает тон в игре у нашей команды Гимаев Фетисов Касатонов Вновь Гимаев Вот это Фетисов Фетисов можно на Касатонова сделать пас Нет, бросок Дальний бросок И пока наша атака цели не достигает Я надеюсь, что пока В этом репортаже мы как-то меньше называем фамилию Васильев Нашего капитана команды А на самом деле он же сыграл очень хорошо И даже потом, когда кончился матч Ему вручили приз Вот этот вот кленовый лист Разрубленный пополам 48 килограмм И он его принес в раздевалку В нашу раздевалку И я его спрашиваю Попробовал я этот приз поднять На несколько сантиметров только от стола И спрашиваю Васильев, как ты донес этот приз в раздевалку? Он говорит Как всегда Васильев ответил Кратко и остроумно Молча Макарах опасно атаковал ворота Львота Вы знаете Манера игры Васильев Всегда нравилась и подкупала меня тем Что он действовал предельно полезно Но и как бы незаметно Он не был яркой личностью на льду Но его вклад Вклад в общую победу Всегда был неоценим Он всегда был очень полезным игроком Очень полезным игроком И очень грамотным защитником Особенно в паре Как мне кажется С первой Понимаете Он действовал незаметно И это может быть Исходит от противников Они всегда старались его объезжать Лучше Васильева объехать С стороной Безусловно Безусловно Команды Команды Второй год И наших хоккеистов И наших хоккеистов Которые с другой стороны Презинято понимали Что игра-то еще не закончилась Что еще 4 минуты Канадцы будут делать все Чтобы испортить нам настроение Если уже невозможно Изменить результат А наши снова идут вперед И снова Снова их встречают Канадцы Такой хоккей Такой великолепный Хоккей Очень хорошо Чтобы в такой хоккей Сыграла наша команда Которая вот сейчас Будет играть на Кубке мира Который называется Кубок Канады Теперь называется Кубок мира Ну может быть Она конечно не добьется Такого счета 8-1 Там 6-1 Но хотя бы Игру такую показывала А счет будет От всей души Всем сердцем Мы желаем победы Нашей сборной На Кубке мира И в этом году И естественно верим Что то Что случилось 15 лет назад А мы ведь единственный раз В 81 году В игровой Кубок Канады Может повториться И сейчас в 96 Будем болеть на нашу сборную И желать ей успех У нас хорошая команда Она может добиться Многого А игра тем временем В Мариальском форуме В 81 году Продолжается И будет продолжаться Еще около 3 минут Шепелев очень грамотно Перехватывает Шайбу Выводит на Бросок Дроздецкого Тот бросает Издали Львы парирует Эту шайбу Ну вратарь конечно же Морально сломлен И возможно Скотти Гоумену стоило Где-то почти 4-5-1 Заменить Льюта Потому что Ну Психологическая травма Действительно Достаточно сильная Для голкипера В принципе Можно говорить о том Что как большой вратарь Он после этой игры Закончился Как и не состоялся Льют И Этот матч безусловно Сыграл с ним Очень и очень плохую Ну в Канаде было не принято Винять вратарей Я собственно Видал очень много Матчей с участием канадцев И никогда не видал Что бы меняли вратаря Как стоит один Так и стоит А вообще Кубки Канады Наши играли ведь Еще очень Еще хорошо И были матчи Такие 6-5 Несколько раз Играли Сборные Канады И сборные Советского Союза Как тогда говорили И в финале Кубка Канады И три матча играли Мы их обязательно Покажем Да Обязательно Покажем эти игры Играли 6-5 Очень хорошо Но Конечно Вновь внимание Внимание Налет Монреальского форума По-моему Уже и Скотти Волмом Все понял И все ему ясно С этой игрой Жевать перестал Смотреть на него Достаточно больно Честно говоря И чем-то Мне этот взгляд Напоминает взгляд Валерия Газаева После недавней игры Волно-Кавказе Где Алания Так обидно И так недостоинно Уступила достаточно Среднему европейскому клубу Глаз Грэнджер Из Шотландии 2-7 Это был ужасный матч Я смотрел По телевидению Это был ужасный Ужасный Но зато сейчас Давайте посмотрим Как здорово играет Наша команда Которая проводит Еще одну шагу В ворота Марка Льюта Это сделал Голиков Голиков 21 секунду До финального свистка Счет становится 7-1 В пользу нашей команды И все-таки Еще не вечер Еще наши забьют Очень здорово Сыграли Уже публика пошла Со стадиона Да, уже буквально Зияющие пустоты видны И уже видно Как зрители уходят Там среди проходов Они уходят Ну, действительно Сложно Очень сложно На такое смотреть Быть канадцем И видеть такой позор Своей команды Это слишком тяжелое испытание Для большинства зрителей Безусловно По-моему И канадцы Практически перестали играть Вот сейчас только Грецкий Пытался что-то придумать С своими товарищами Но сейчас Сейчас День нашей команды Скворцов Бросок Еще один гол Еще один гол Проводит Скворцов С подачи нашего капитана Валерия Васильева 8-1 8-1 За 41 секунду До конца встречи Разгром Деннис Котвин Ничего не смог поделать Так же как и Майк Льют И восьмая шайба Влетает в ворота Канадской команды 8-1 Разгром 15 лет назад Это было, дорогие друзья Естественно Очень хочется Чтобы это счастье Повторилось и сейчас Никто не просит Крови Никто не хочет Чтобы мы обязательно Всех поезжали С разгромным счетом Тем более Хоккей сейчас стал таким Что подобные результаты Вряд ли возможны Но победить Победить на Кубке мира Этого Мы желаем нашей команде Всем сердцем Давайте будем болеть За наших ребят Там, за океаном В далекой Канаде И Соединенных Штатах Где Нашим и предстоят Предстоит Нелегкие баталии И предстоит Честь и славу Нашего хоккея Последние секунды Истекают Этой встрече Ну, не знаю Что-то творилось На скамейке наших запасных Что творилось Когда у вас На сердце, Владимир Да, было очень хорошо И самое главное Наши выиграли Таким крупным счетом И отметили Отсутствие Харламова В нашей команде Поздали должный Харламов И я напоминаю Что сегодня Этот матч И вся наша программа Посвящена Памяти светлой Как и этот матч Красивый В памяти Знаменитого Нашего великолепного Хоккеиста Валерия Харламова Вот Третьяк Еще в воротах Последние секунды игры Буквально последние секунды И сейчас Финальный свисток Возвестит о том Что сборная Советского Союза Победила В финальной игре Команду Канады И завоевала Кубок Канады Сейчас будут Вручать Кубок Канады Валерию Васильеву Сирена Матч окончен Понятно Радость Понятна радость Нашей команды Которая одержала Такую заслуженную победу Ну Кубок Канады Вручили нашей команде А потом Его хотели отнять У нашей команды Да и отняли Да Его упаковали В сумку Жлук Готовился его отнести В автобус А канадцы говорят Алан Иглс Алан Иглс Он говорит Отдайте нам Кубок Это кубок Национальное достояние Канады Он стоит 20 тысяч долларов Мы будем В Торонто Его поместим В зал Хоккей Хоккейный слава А наша говорит Как же так Мы же выиграли Этот кубок На следующий раз Когда будет Кубок Канады Мы его привезем Если вы его выиграете Вы его получите Он вызвал полицию И с полицией Отняли у нас кубок Правда Через некоторое время Они сделали Кубок канадцев Такой Смит Был в Виннипеге Сделал кубок канадцев И вручил Канадский посол В Лужниках Во время Игры хоккейной Вручил Кубок канадцев На память У нас сейчас Мгновения После которых Может пройти 5, 10, 15 лет Но которые Все равно Приятно Приятно видеть Мгновения Которые Очень часто Бывали И будут Я уверен И есть В истории Нашего спорта Имя которым Мы победили Матч окончен И сейчас Начинается Честование Нашей команды Честование Тех Вот смотрите Николай Дроздетский Которым Вячеслав Петисов Смотрите Какой молодой Задорный Сколько сил отдал Он этой победе Мы все 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 наши ребята Все те Кого мы еще так Прекрасно помним Честь Трюдо И вот Трюдо Мишель Трюдо Появляется на льду Пьер Трюдо Премьер-министр Канады Для того чтобы Поприветствовать Победителей Кубка Канады Вместе Как раз с тем самым Аланом Иглзеном Который буквально Несколько минут спустя Будет С помощью полиции Отнимать Кубок Канады У наших Он был злой Очень Злой Такой Рассерженный Результатом Матча Вот выручает Васильеву Надо держать его После такой игры 48 килограмм Великолепный приз Плацин Смотрите Как он Он блестит 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 так же Как блестящая Наша победа В этом матче Да Заняла Естественно Не одну И не две минуты Были вручены Призы Нашим Канадским Хоккеистам Которые были признаны Как лучшими В этом матче Так и лучшими На этом турнире А сейчас Национальный гимн Советского Союза В честь победителей Союз нерушивый Республик Свободный Склонила Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok